Сказка о потерянном времени. Жил-был мальчик по имени Петя Зубов. Учился он в третьем классе, 14-й школы, и всё время отставал и по русскому письменному, и по арифметике, и даже по пению. — Успею! — говорил он в конце первой четверти. — Во второй вас всех догоню! А приходила вторая, он наделся на третью. Так он опаздывал да отставал, отставал да опаздывал и не тужил. — Всё, успею да успею! И вот однажды пришёл Петя Зубов в школу, как всегда, с опозданием. Вбежал в раздевалку. — Тётя Наташа, возьмите моё пальтишко! А тётя Наташа спрашивает, откуда ты, из-за вешалок. — Кто меня зовёт? — Это я, Петя Зубов, — отвечает мальчик. Вышла тётя Наташа из-за вешалок, взглянула на Петю. — Да как, вскрикнет! — Ой! Петя Зубов тоже испугался и спрашивает. — Тётя Наташа, что с вами? — Как что? — отвечает тётя Наташа. — Вы говорили, что вы Петя Зубов, а на самом деле вы должно быть его дедушка. — Какой же я дедушка? — спрашивает мальчик. — Я Петя, ученик третьего класса. — Да вы посмотрите в зеркало! — говорит тётя Наташа. Взглянул мальчик в зеркало и чуть не упал. Увидел Петя Зубов, что превратился он в высокого, худого, бледного старика. — Крикнул он басом. — Мама! — и выбежал против школы. Бежёт он и думает, ну уж если мама меня не узнает, тогда всё пропало. Прибежал Петя домой и позвонил три раза. Мама открыла ему дверь. Смотрит она на Петю и молчит. И Петя молчит тоже. Стоит, выставив свою седую борду, и чуть не плачет. — Вам кого, дедушка? — спросила мама наконец. — Ты меня не узнаёшь? — прошептал Петя. — Простите, нет! — ответила мама. Отвернулся бедный Петя и пошёл, куда глаза глядят. Идёт он и думает. — Какой я одинокий! Несчастный старик! Ни мама, ни детей, ни внуков, ни друзей. И главное, ничему не успел научиться. Что со мной будет? — Бедный я старик! Несчастный я мальчик! Так Петя думал и шагал, шагал и думал. Сам не заметил, как вышел из города и попал в лес. И шёл он по лесу, пока не стемнело. — Хорошо бы отдохнуть, — подумал Петя. И вдруг увидел, что в стороне за ёлками белеет какой-то домик. Вошёл Петя в домик. Хозяев нет. Стоит посреди комнаты стол. Над ним висит керосиновая лампа. Вокруг стола четыре табуретки. Ходики тикают на стене. А в углу, горою, навалено сено. Лёг Петя в сено. Зарылся в него поглубже. Согрелся. Поплакал тихонько. Утёр слёзы бородой и уснул. Просыпается Петя. В комнате светло. Керосиновая лампа горит под стеклом. А вокруг стола сидят ребята. Два мальчика и две девочки. Большие окованные медью счёты лежат перед ними. Ребята считают и бормочут. Два года, да ещё пять, да ещё семь, да ещё три. Это вам, Сергей Владимирович. А это ваши, Ольга Капитановна. А это вам, Марфа Васильевна. А это ваши, Пантелей Захарович. Что за ребята? Почему они такие хмурые? Почему кряхтят они и охают, и вздыхают, как настоящие старики? Почему называют друг друга по имени-отчеству? Зачем собрались они ночью здесь, в одинокой лесной избушке? Замер петься зубов, не дышат, ловят каждое слово. И страшно ему стало от того, что услышал он. Не мальчики и девочки, а злые волшебники и злые волшебницы сидели за столом. Вот ведь как, оказывается, устроено на свете человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как стареет. А злые волшебники разведали об этом и давай ловить ребят, теряющие время понапрасну. И вот поймали волшебники Петю Зубова и еще одного мальчика и еще двух девочек и превратили их в стариков. А время, потерянное ребятами, забрали волшебники себе и стали волшебники малыми ребятами, а ребята старыми стариками. Посчитали волшебники время, хотели уже спрятать счеты в стол, но Сергей Владимирович, главный из них, не позволил. Взял он счеты и подошел к ходикам. Потом подозвал он волшебников к себе и заговорил негромко. Господа волшебники, знаете, ребята, которых мы превратили сегодня в стариков, еще могут помолодеть. Как? – воскликнули волшебники. К сожалению, так устроенное на свете от любого несчастья может спастись человек. Если ребята, которых мы превратили в стариков, разыщут завтра друг друга, придут ровно в 12 часов ночи сюда к нам и повернут стрелку ходиков на 77 кругов обратно, то дети снова станут детьми, а мы погибнем. Помолчали волшебники. Потом Ольга Капитановна сказала, «Откуда им все это узнать?» А Пантелей Захарович проворчал. Не придут они сюда к 12 часам ночи, хоть на минуту до опоздают. А Марфа Васильевна пробормотала. «Да куда им?» «Да где им?» «Эти лентяи до 77 и сосчитать не сумеют. Сразу собьются». «Так-то оно так», – ответил Сергей Владимирович. «А все-таки пока что держите ухо в остро. Ну, а пока нечего время терять. Идем на работу». И волшебники, спрятав счеты в стол, побежали, как дети, но при этом кряхтели, охали, вздыхали, как настоящие старики. Дождался Петя Зубов, пока затихли в лесу шаги. Выбрался из домика и, не теряя напрасно времени, прячась за деревьями и кустами, побежал, помчался в город искать стариков-школьников. Вот забрежил рассвет. И увидел, наконец, Петя Зубов, идет, не спеша, по улице старушка с большой корзинкой. Подбежал к ней Петя Зубов и спрашивает. «Скажите, пожалуйста, бабушка, вы не школьница?» «Что-что?» – спросила старушка сурово. «И как застучить на Петю ногами? Да как замахнется на Петю корзиной?» Еле Петя ноги унес. Отдышался он немного, дальше пошел, оглядывается Петя, ищет стариков, но ни одного подходящего не находит. Ровно в полдень зашел Петя к маленькой, в маленький скверик, и сел на скамеечку отдохнуть. И вдруг вскочил. Увидел он, сидит недалеко на другой скамеечке старушка и плачет. Хотел подбежать к ней Петя, но не посмел. «Подожду», – сказал он сам себе. «Посмотрю, что она дальше делать будет». А старушка перестала вдруг плакать, сидит, ногами болтает. Потом достала из одного кармана газету, а из другого булочку с изюмом. Развернула старушка газету. Петя ахнул от радости. «Пионерская правда!» И принялась старушка читать и есть. Изюм выговаривает, а саму булочку не трогает. Кончила старушка читать, спрятала газету и булочку, и вдруг что-то увидела в снегу. Наклонилась она, схватила мячик и давай играть. Бросился к ней Петя через снег, через кусты. Бежит, кричит. «Бабушка, честное слово, вы школьница!» Старушка подпрыгнула от радости, схватила Петю за руки и отвечает. «Верно, верно! Я ученица третьего класса, Маруся Поспелого!» «А вы кто такой?» Рассказал Петя Маруся, кто он такой. Взялись они за руки, побежали искать остальных товарищей. Искали час, другой, третий. Наконец зашли во второй двор огромного дома и видят, за дровяным сараем прыгает старушка. Нарисовала мелом на асфальте классы и скачет на одной ножке. Гоняет камешек. Бросились Петя и Маруся к ней. «Бабушка, вы школьница?» «Школьница», — ответила старушка. «Ученица третьего класса Наденька Соколова». «А вы кто такие?» Рассказали ей Петя и Маруся, кто они такие. Взялись все трое за руки, побежали искать последнего своего товарища. Но он как сквозь землю провалился. А время идет. Уже стало темнеть. Кончается день. Что делать? Неужели все... Неужели все пропало? Вдруг Маруся закричала. «Смотрите, смотрите!» Посмотрели Петя и Наденька. И вот что увидели. Летит трамвай, девятый номер. А на колбасе висит старичок. Товарищи его ищут с ног, сбились, а он катается себе по всему городу. И в ус не дует. Бросились ребята за трамваем. Вдогонку. Схватили ребята колбасника за полы. Оторвали от колбасы. «Ты школьник?» Спрашивают. «А как же?» Отвечает он. «Ученик второго класса. Зайцев Вася. А вам чего?» Рассказали ему ребята, как они такие. Кто они такие. Чтобы не терять времени даром, сели они все четверо в трамвай. И поехали за город к лесу. Какие-то школьники ехали в том же трамвае. Встали они. Уступают нашим старикам место. «Садитесь, пожалуйста, дедушки, бабушки!» Смутились старики, покраснели и отказались. А школьники, как нарочно, попались вежливые, воспитанные, просят стариков, уговаривают. «Да садитесь же! Вы за свою долгую жизнь наработались, устали. Сидите теперь, отдыхайте!» Тут, к счастью, подошел трамвай к лесу. Соскочили наши старики и в чащу бегом. Но тут ждала их новая беда. Заблудились они в лесу. Наступила ночь. Темная-темная. Бродят старики по лесу. Падают, спотыкаются. А дороги не находят. Совсем выбились из сил старики. Но на их счастье подул ветер. Очистилось небо от туч и засияла на небе полная луна. Влез Петя зубов на березу и увидел. «Вон он, домик! В двух шагах белеют его стены. Светятся окна среди густых елок». Спустился Петя вниз и шепнул товарищам. «Тише! Ни слова! За мной!» Поползли ребята по снегу к домику. Заглянули осторожно в окно. Ходики показывают без пяти минут двенадцать. Волшебники лежат на сене. Берегут украденное время. Тихо! Тихо открыли ребята дверь и поползли к ходикам. Без одной минуты двенадцать встали они у часов. Ровно в полночь протянул Петя руку стрелкам. И раз, два, три закрутил их обратно справа налево. С криком вскочили волшебники, но не могли сдвинуться с места. Стоят и растут, растут. «Поднимите меня!» Закричал Петя. «Я делаюсь маленьким. Я не достаю до стрелок. Тридцать один, тридцать два, тридцать три!» Подняли товарища Петю на руки. И вот на семьдесят седьмом и последнем обороте стрелок вскрикнули злые волшебники и пропали. Как будто их не было на свете. Посмотрели ребята друг на друга и засмеялись от радости. Они снова стали детьми. С боем взяли, чудом вернули, а не потеряно напрасное время. Они-то спаслись. Но ты помни, Человек, который понапрасну теряет время, Сам не замечает, как стареет.